Всем привет! Вот мое новое видео на тему брошь листик клёна. Не забываем, что нужно подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и нажать на колокольчик. И тогда вы не пропустите ни одного нового видео. Список всех расходных материалов я, как всегда, выложу в этом видео в самом описании. Также я добавлю ссылки на магазины, в которых я покупала эти товары. Специально для вас я нарисовала выкройку кленового листочка. Найти и скачать вы сможете под этим видео в описании. Просто легко обвести и использовать для своих целей. Немножко магии нам не помешает, а потом еще немножко, чтобы просто запялить пальцы. Берем шаблон. Я взяла желтый фетр, вы можете взять и зеленый, но в данной ситуации я считаю, что желтый более уместен. Также нам понадобится золотая конетель. Довольно-таки жесткая по структуре, не мягкая. Мы немножечко ее подрастягиваем. Берем леску. Можете взять и мононить, если она у вас есть. Можете взять нитку, но нитка будет очень сильно видна. Не советую. Пришиваем конетель при помощи лески к нашему контуру. Места, где листик должен иметь острые углы, вы просто формируете пальчиками. Заканчиваем пришивать конетель и убираем излишки при помощи ножниц. Итак, наша базовая основа готова. Для того, чтобы пришить наш красивый зеленый бисер и пайетки, я использую темно-зеленую нить. Обыкновенную швейную нить. Начинаем пришивать с нижнего края, мне так удобнее. Я сначала использовала одну единичную бисеринку. Затем я нанизала одну пайетку и еще одну бисеринку. Таким образом, у меня получается специфичный рисунок, которого я хочу добиться. Когда мы обратно пропускаем нить, мы не пропускаем ее через бисеринку. Иначе она отвалится, останется голая пайетка. Только в пайетку обратно. Я думаю, на словах не так понятно, нежели на картинке. Поэтому вглядывайтесь, что же я там вытворяю. В первом ряду мы используем исключительно темных оттенков бисер и пайетки. Во втором ряду я использую более светлый, ближе даже к салатовому цвету бисер. Таким образом, мы создаем мягкий переход от темного к светлому. И получается некий градиент. Я решила добавить немножечко канители, дабы имитировать прожилки у листочка. Все-таки он без этого окажется несколько голым. Советую сделать это и вам, пока есть свободное пространство. Желтый бисер и пайетки я пришиваю в два ряда. Вы можете сделать больше или меньше. Смотрите, как вам удобнее. Я предлагаю взять вам более светлого оттенка нитку. Можете взять салатовую, можете взять желтую. Какая у вас найдется. Оставшуюся часть листочка мы будем обшивать золотыми пайетками и желтым бисером. Половина работы пройдена. Теперь нам нужно сделать черенок. Я его решила изготовить из пина в форме гвоздика. Пин нужно немножечко изогнуть. Нанизать на него бусины. У меня это кристальные биконусы. И кончик нужно будет закруглить при помощи круглогубцев. Для того, чтобы мы смогли его закрепить потом на самой броши. Теперь можем спокойно расчехлять наши пальцы. И вырезать. Для того, чтобы обшить контур нашей броши, нам понадобится золотой бисер. Из желтого фетра мы снова по выкройке вырезаем еще одну основу. Это будет изнанка. На изнаночке при помощи булавки и простого карандаша мы делаем наметки и провязаем дырочки, чтобы установить эту булавочку. Субтитры добавил DimaTorzok На серединку нашей булавки я наношу немножечко клея, чтобы она не каталась. Из картона мы вырезаем плотную основу. Приклеиваем бумажную часть к лицевой части при помощи клеевого термопистолета. И уже подклеиваем изнаночную сторону броши. В нижней части броши оставляем небольшой кармашек. Это нужно для того, чтобы закрепить наш стебелечек. Ну, теперь можем приступить к завершающей части. И при помощи лески и золотого бисера мы начинаем обшивать контур броши. Продолжение следует... Вот такая замечательная брошь у нас получилась. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик. До новых встреч!